С 15 октября в России стартовала перепись населения. О том, как проходит главное статистическое исследование десятилетия, смотрите в сюжете. Большая переписная кампания проходит, чтобы государство смогло лучше узнать население, составить его социально-демографический портрет. От этого зависит, сколько федеральный центр направит денег в регион на развитие социальных и демографических программ, на строительство дорог и объектов инфраструктуры, недвижимости и предприятий. Важно помнить, документы для участия в переписи не требуются. Переписные листы заполняются исключительно со слов респондента, что подтверждает документально не требуется. Персональные данные респондента никуда не распространяются. Все собираемые данные обезличены. То есть возможность установить связь между ними и конкретным респондентом, конечно же, отсутствует. Данные собираются исключительно в интересах статистики. Переписаться можно несколькими способами. Дождаться переписчика дома или самому прийти на стационарный участок. А далее ответить на ряд стандартных вопросов. Что касается вопросов. Вопросы не изменились в прошлой переписи. Они, как были в прошлых бланках на бумажном носителе, так они точно так же перенесены сюда в планшет. Единственное, что изменилось, мы работаем на планшетах, заносим всю информацию сюда, она автоматически передается в наш центр, потом идет в Смоленск и выше, на федеральный уровень. Особенность этой переписи – возможность пройти ее дистанционно через сайт Госуслуг. Компьютер с доступом есть и на стационарных пунктах. Здесь вам помогут волонтеры. Уверенным пользователям гаджетов можно заполнить анкету дома. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.